Друзья, привет! Вы у меня безумно просите каких-то творческих моментов жизненных. И я решила кусочек такого влога снять. Я сейчас сделаю... извиняюсь за мой хаос, но сейчас у меня творческий процесс. Мне нужно сделать подарочную коробочку. Я сейчас этим занята. Ой, из коробки из-под кошачьего корма я вырезала несколько деталей. Как видите, за основу убрала скотч. То есть по нему вырезала длину коробки, приклеила дно. И точно так же с крышкой. Она просто сверху надевается. Ну, мне захотелось такую простую. Вот. Значит, крышку я решила докупажить. Потому что я пыталась обклеить тканью, но у меня как-то ничего не вышло. Пришлось все отмывать. Коробка разбухла, поэтому я вставила туда скотч, чтобы она вернулась в свою первоначальную форму и не деформировалась. Вот так как я ее мыла, и она вся вздыбилась от клея. Ну, вернее, от клея я отмывала, и она вздыбилась. Вот. И, в общем, я ее покрыла уже двумя слоями грунтовки. Вот. На крышке мне грунта хватает. Вот. Как бы я больше не буду использовать. Я нашла у себя вот такую салфетку. И буду использовать элемент с цветами. Будет это примерно как-то вот так вот. Вот так вот, и края уйдут на боковинные крышки. Как-то мне так хочется. Вот. Ну, как всегда, в качестве клея использовать буду порцелан медиум. Он мне нравится больше всего от Марабу. Он лучше, чем ПВА. Хоть и подороже, но расход гораздо меньше от него. То есть, он, не знаю, мне нравится больше. Да, он дорогой, но он не так сильно расходуется, как ПВА. И клеит гораздо лучше. Ну, мне нравится. Я пробовала ПВА, но мне нравится такой вариант. Значит, эту часть нижнюю я буду покрывать сейчас еще раз грунтовкой. Потому что все-таки просвечивает синий. Я по понятным причинам делала синим наружу. То есть, этой картинкой наружу. Потому что хотела обклеивать тканью. Но ткань просто упорно не хотела клеиться. Поэтому пришлось переделывать. Не хотелось переклеивать коробку. Как-то вот, ну, просто лишнее время. Да, а мне нужно вот сейчас и сразу. Вот, поэтому я решила ее тонировать пока что. Вот. В дальнейшем цвет, я думаю, что она будет розовая. Вот цвет, основной цвет цветов на салфетке. Так. Сейчас буду тонировать. Я подумала, что, в принципе, такой формат видео даже может быть интересным. То есть, вы видите, так сказать, в прямом эфире практически, как я работаю. На заказ или просто для себя что-то делаю. Вот, слой, кстати, стараюсь класть пожирнее. Ну, несмотря на то, что это грунт и он жирно не ложится, все-таки стараюсь максимально забить вот этот просвечивающийся синий цвет. Потому что он мне вообще не нужен. Вот. Ну, тут уже есть два слоя. Так что они более-менее перекрывают это все дело. и мне нужно только чуть-чуть убрать серость. То есть, он уже не синий, он уже серый такой просвечивает. Вот. И я, в общем, подумала о чем? Что, может быть, приходят новые люди, новые подписчики. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Вот. Вы бы их задавали под видео? Потому что я все комментарии читаю. Просто не всегда есть возможность ответить. Вот. Но всегда все читаю. И если вдруг у вас есть вопросы какие-то, вы их задавайте. А как только у меня будет вот такое вот видео, где я что-то делаю, могу еще болтать при этом, то я буду отвечать на эти вопросы. Мне кажется, формат интересный. Вы как бы смотрите, что я что-то творю, и в то же время, чтобы не музыку, да, накладывать однообразную, а как какой-то совместить интересный формат. То есть, ну, какие-то ответы на вопросы, или, может быть, что-то рассказать вам такое интересное. То есть, вот какой-то такой у меня, такая мысль какая-то родилась. Потому что вы просите творческих процессов, таких вот, когда я что-то делаю. В то же время, накладывать музыку не хочется. Вот. Не очень я люблю это дело. И потом у меня сильно грузится компьютер. Вернее, не компьютер, а программа, в которой я монтирую, из-за того, что туда еще музыка накладывается. Вот. А компьютер у меня слабенький, поэтому не хотелось бы его лишний раз еще напрягать в связи с этим. Так, ну вот, и за болтовнёй я уже прошла полностью круг. Так, можно даже еще, наверное, чуток. Тут уже подсохло. Сейчас мне не важно, кстати, что вот я кисточкой, да, крашу. В разных направлениях, просто чтобы перекрыть просвечивающийся цвет. Вот. А потом, думаю, что мы будем тонировать губкой. Потому что губка дает более такой равномерный, как сказать, не цвет, а нанесение, равномерное покрытие такое. И с матовым эффектом. Вот. Мне как-то губкой нравится больше. Поэтому будем с вами наносить губкой. Цвета у меня такого готового нету, поэтому мы будем с вами подбирать цвет. Крашу я акрилом исключительно, потому что он пыленочный. Ну, в смысле, краска не водорастворимая. Ну, то есть вот сейчас, когда она густая и жидкая, да, она водорастворимая. Но когда она засыхает, вы ничем ее не сможете отмыть. Ее можно только содрать. Она засыхает пленкой. Вот. За это я не очень люблю писать картины акрилом. Я предпочитаю другую краску. Вот. Акрилом хорошо какие-то декоративные работы делать. Вот именно. Такие красить, рисовать акрилом это очень, не очень хорошо. Вот. И краску мы будем с вами колеровать самостоятельно, подбирать подходящий нам оттенок розового. Вот. Изначально, кстати, надо будет подумать, чтобы сделать его побольше, потому что мы будем красить с вами губкой, а губка очень много краски съедает, поэтому... Ну, вот, в принципе, мне нравится. Оставляем сушиться. Так, пероц больше не нужен. Так. Ой. Кто-то звонит. Представляете, позвонил курьер и сказал, вам сейчас доставят посылку в течение часа. Я еще утром получила смс-ку какую-то подозрительную. Типа, ждите, сегодня будет доставка вашего заказа. Я как раз просыпалась в этот момент, у меня будильник сработал, и потом это смс-ка. Я окончательно проснулась и думаю, какой заказ? Я же ничего не заказывала уже давно, у меня как бы все есть. И потом смотрю, ну, думаю, может быть, книги пришли. Но обычно смс-ка приходит от магазина, то есть там написано, от кого она. Вот. А тут какая-то аббревиатура непонятная. И я, в общем, там была ссылка на сайт, я зашла по этой ссылке, думаю, ну ладно, включила Wi-Fi, думаю, зайду, вряд ли это вирус. Ну, в любом случае, телефон старый, ничего страшного. Будет повод купить новый. Вот. И, короче говоря, захожу на сайт, а там написано, вам посылка, значит, сегодня придет с 10 утра до 6 вечера от компании дом свечей. И я такая, ё-моё, полгода уже жду. Я уже забыла. Час 10, значит, в 11 приедет курьер с этой посылкой. Вообще, такая неожиданность. Вот. И, короче, давайте мы с вами сейчас приклеим нашу салфетку, потому что пока этот самый фон сохнет, мы сейчас с вами приклеим салфетку. Так. У меня тут был кусочек где-то, который мне очень нравится. По-моему, вот этот. или вот этот, не помню. Нет, вот этот. Так. Надо примерить сначала, как это примерно будет. Вот. Чтобы более-менее было посередине. Теперь надо вырезать. причем вырезать надо большего формата, чтобы остатки у нас с вами загнулись на боковину. На боковину. даже мне ее применить. Так. Теперь нам надо отделить слои, все, которые возможно. Так. Вот. Сама отделилась. Замечательно. Примеряем. Еще раз. и от центра распределяем наш лак. стараемся аккуратненько это делать, потому что салфетка очень тоненькая и может легко порваться. Сильно не трем. Кто вообще никогда не докупажил, попробуйте. Можно попробовать, кстати, на обычной салфетке, но я имею в виду без рисунка, просто взять какую-то салфетку и с помощью того же ПВА просто попробовать ее нанести. Потому что не у всех это получается с первого раза. У меня тоже не сразу получалось. Она рвалась, упорно не хотела приклеиваться, так как я ее хотела приклеить. Вот. Верх у нас уже приклеен. Можно так сказать даже. вот. Верх приклеен. Теперь плавненько заходим сюда. Не натягивая. И лишнее, как говорится, мы отрежем потом. потому что мне хочется, рисунок лег ровненько. Ну, как-то так равномерно распределился. Она сейчас очень, очень, как сказать, хрупкая эта салфетка, поэтому надо с ней поаккуратнее. она очень легко может на сгибах, на каких-то вот поворотах заломиться и все, и будет каранты. И будет просто каранты. Ну, вот уже каранты. вот что значит работать методом тыка. У меня образовалась такая складка хорошая надо ее замазать и поехала салфетка. слава Богу, что она не сильно поехала. Так, не знаешь, за что браться теперь. как вы заметили, я нижнюю часть не крашу клеем, как например в ПВА там клеют. здесь это не нужно вообще, потому что вот этот клей порцелан медиум он одновременно как лак действует. То есть он сразу и покрывает сверху и очень быстро пропитывает. Так, вот тут я много отрезала, придется делать заплатку. Вот, зафетка тоненькая, этот клей и лак он его очень быстро пропитывает, покрывает. Вот, так что процесс вообще конечно увлекательный. Немного я, знаете, как меня спрашивали раньше, ты купажешь? Нет, уже нет, я уже перегорела этим. Но иногда вот, когда хочется сделать какую-то эксклюзивную такую коробочку, не просто коричневую коробку из упаковочной бумаги, а что-то такое вот необычно оригинальное, да, что ни у кого нету, вот, то я использую этот метод. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. То использую этот метод. Вот. И лак вот так вот у нас получается. Так. Стараюсь стараться куда-то схватить, где уже подсохло. Он сохнет довольно быстро, этот лак. Поэтому можно браться за те места, где вы уже что-то приклеили. Ну, конечно, не слишком плотно, потому что он еще липкий. И вероятность того, что ваши пальцы прилипнут и останется салфетка на них очень велика. Вот. Так вот, меня спрашивали декупаж, и я, и почему перестала. Как-то я, знаете, перегорела этим. Мне это вообще больше не интересно. Я бы сказала, что декупаж это для тех, кто, у кого нет художественного образования, кто вот рисовать не умеет, скажем, ну, пусть не обижаются на меня, конечно, не обижайтесь на меня, но кто вот никогда не рисовал и хочет попробовать себя в каком-то вот необычном виде творчества, то декупаж и декапач это как раз для вас. Вот. Теперь мне надо чем-то подержать. я, наверное, возьму пинцет, потому что держать очень удобно. Тут у меня более-менее высохло уже. Вот. Я, в общем, к чему это говорю? К тому, что здесь особо не нужно никаких сверхъестественных навыков, там, сочетания цветов. Просто рисуешь, вернее, как, приклеиваешь салфетку, а фон доделываешь, вот как тебе душа подскажет. Вообще не надо никаких знаний. Поэтому, ну, не знаю, как-то вот так я, не обижайтесь на меня, вот как-то так я воспринимаю этот вид искусства. Конечно, есть работы прям вот очень красивые, шедевральные, я бы даже сказала, и интересный подход, но это касается только тех, кто занимается декупажем больше пяти лет, вот только декупажем, скажем, даже профессионально уже им занимается, вот тогда я могу сказать, что у него красивые работы, сделанные действительно прям профессионально. А то, что там вам нравится просто этот процесс приклеивания салфетки и все такое. Это не декупаж, это так я прилипла. Так, тут у меня вот случился кошмар, но это будет незаметно. салфетка удобна тем, что вы можете приклеивать ее одну на одну и получается красивый слой. Но это уже не декупаж, это декапач называется. Вот. Ну и в принципе вот все. У нас уже все. Такая крышечка, мне нравится вполне. И кстати, сейчас я подумала, что не сделает ли мне фон голубым, потому что вот эти розовые цветы они очень изящно так перешли в голубой фон по краям. Я думаю, может быть мне затонировать тем же самым макаром. То есть сделать такой переход высохло у нас. Да, переход от розового голубому. Посмотрим. Так. Сейчас ставим сохнуть. Ой, 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 ой. И на этом пока что все. Сейчас буду завтракать, потом пересаживать рассаду в более крупные ячейки, горшочки, потому что надо уже некоторые цветы пересаживать. Вот. к этому мы с вами вернемся в следующем влоге. Так что увидимся. Думаю, что было интересно поболтать. Вопросы свои оставляйте под видео, под любыми видео. Я всегда все читаю. И давайте попробуем такой формат. Я буду что-то делать и с вами общаться. Увидимся в следующих влогах, других видео. подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, пожалуйста, мне будет приятно. И давайте до новых встреч. Пока-пока.